Это я показываю маме, которая ждёт внуков, фотки своего кота. Босс, проект нужно сдать уже завтра. Я. Это я красиво разложил по понятиям дерзким типам на районе, правда уже дома, в своём воображении. Это я подсчитал свой бюджет на декабрь и думаю, что каждый получит на Новый год от меня по обнимашке. Я недостаточно ценила время, когда мама покупала продукты. Привет, сегодня нам с тобой тревожно. А почему нам с тобой тревожно? У тебя целый день, чтобы угадать. Пу-пу-пу. Болит колено. Интересно, это к снегу или к МРТ за пять тысяч? А может и к тому, и к другому. Дорогой дедушка Мороз, хочу девушку, которая не полощет мне мозг. Дорогой Олег, если бы я знал, где такую взять, думаешь, я жил бы один? То-то же. Итак, друзья, всем привет. Меня зовут Алексей Сова и сегодня у нас новая подборочка угарных мемасиков. Поехали. У нас была анатомическая подушка, 15 килограммов утяжеленного одеяла, пару кило мягких игрушек, 4 миллиграмма мелатонина, шторы блэкаут и свежее постельное белье. Не то, чтобы это было категорически необходимо для сна, но если тебе уже исполнилось 30, то к делу надо подходить серьезно. Вот это я понимаю, фундаментальный подход. Призрак цыпленочка, из которого сварили этот суп, пришел посмотреть тебе в глаза, тварь. Кто пишет, он доволен, значит колесо Сансары дало ему достойное перерождение. Зачем такие грустные мемы? А посоветуйте недорогую умную гугл колонку. Хочу именно гугл, потому что через гугл все настроено и мне с мобилой гугл удобнее. А в гугле не пробовал спросить, у тебя же настроено там все. Поговорим как мужчина с мужчиной. Давай. Капец, как я задолбался. А я знаешь, как задолбался, я капец, как задолбался. Моя любимая коммуникационная мечта, чтобы люди писали, привет, как дела, мне нужно вот это от тебя. В одном сообщении. Ибо крайне бесят те дебилы, которые просто напишут здравствуйте и ждут ответа. Куча вакансий, где зарплата указана до какой-то величины. Типа, приходи к нам, работает зарплата до 90 тысяч. Это сколько? 15 тысяч это тоже до 90. У нас зарплата до 90 тысяч. Получает 15. Правильно говорить не ленивый человек, а человек с ограниченным желанием работать. Я не лодырь, я альтернативно трудолюбивый. В движение пришел крупнейший в мире айсберг. Размером он как два Петербурга. Кто пишет какой размер в Таганрогах? Это важно. Мне нужен адвент календарь, чтобы открываешь окошечко, а там 5 тысяч. На следующий день открываешь окошечко, а там еще 5 тысяч. И так до 31 декабря. Надо! Что делать, если у меня творожный тип привязанности? Сырники. Моя девушка считает, что я очень романтичный, потому что я помню, когда наша годовщина, а она нет. Я не говорю ей, что наша годовщина за день до того, как кончается страховка на машину. Ладно уж, храни свои секреты. Соседка. А чего у тебя тут мужской дезодорант стоит? Я. У нищих людей нет мужских или женских вещей. У нищих людей есть вещи со скидкой и вещи без скидки. Соседка. Молча кивает. Да вы, батенька, акционер. Любители зимы такие? Ха-ха, зато без комаров. Если удаленную работу совмещать с работой консьержем подъезда, то вы получите офис, за который вам еще и заплатят. Так вот откуда у бабок столько бабок. Начинайте ссориться с людьми уже сейчас, чтобы не покупать им подарки на Новый год. Не ждите до последнего. Опиши свое финансовое состояние. В ход пошли юбилейные монетки. У меня такое по жизни финансовое состояние, что эти юбилейные монетки вообще не задерживаются. Коктейль Мандалорец. Также в меню. Кровавая падма, ситх на пляже, сияние звезды смерти. Ёрш. Таков путь. Пожалуйста, не надо встречать курьеров в трусах. Ну, без так без. Ну, ты сам попросил. Собаки, когда нашкодили. Кошки, когда нашкодили. Каждый раз просыпаясь, удивляюсь тому, какая ерунда кажется тебе во сне нормальной и логичной. Автобусный рейс до Лондона? Конечно. Нужно переучиться 11 класс? Ну, с кем не бывает. Грядка посреди гостиной? Отлично. Я снималась в друзьях? Никаких сомнений. Зубов во рту должно быть столько, сколько ты можешь себе позволить вылечить. Привет. Привет. Я хочу кушать. А еще мне холодно. Знаешь, иногда ты мне напоминаешь бомжа. Учимся танцевать по-интровертски. Включаем музыку. Садимся в самый дальний угол. Еле заметно дергаем ногой в такт музыки. Кто пишет, а не перебор ли дергать ногой? Как-то слишком развязно. Да и музыку в голове можно прокручивать. Стареть круто. Теперь время идет раза в два быстрее, чем раньше. И зима пролетает почти незаметно. Мне жаль, Джек, но здесь недостаточно места. Когда некуда записать список покупок. Мясо, соус, фасоль, овощи, молоко. Что это? Вы кто? Отстань. В японских соцсетях завирусился бобур, который доволен своей работой. Ну нифига себе, как идеально у него получилось. Давайте поддержим бобра лайком. Быть родителем – это все равно, что постоянно убирать после вечеринки, на которой ты не был. Я иду на работу в минус 40 и не понимаю, почему работу не отменяют, как уроки в школе. Да уроки в школе тоже вроде не всегда отменяют в такую погоду. Пульт от телевизора дома у родителей. Ньютон бьет по лицу прохожего. Прохожий бьет по лицу его в ответ. Ньютон. Так, сила действия равна силе противодействия. Это я помню. Бирка от хлеба с днем рождения вашего ребенка. 100 рублей, ну нифига себе. Прикольная задумка. Только я не знаю, кто такое купит. Я запрещаю вам срать. На сердце боль, в душе тоска. Второго нет нигде носка. А, там все в цитатах. Ты так прекрасна и красива, когда взяла мне ящик пива. Знаешь, мертвое море, это я его убил. Лучше посрать и опоздать, чем прийти и обосраться. Запомните, черти, запомнили? Теперь забудьте. В штанах две пушки, один огнестрел, другой для подружки. Своих братьев береги, маму храни, врагов храни, суп посоли, ковер отряхни, мухаммед али. Сколько цитат вы не читали, все они мои. Джейсон Стэтхем. В России популярны японские рестораны, и туда набирают работать всех похожих на японцев. Казахов, киргизов, калмыков. А в Японии популярны русские рестораны, и туда набирают работать всех похожих на русских. Казахов, киргизов, калмыков. Респект. Казахи вообще душевные люди. Киргизов и калмыков у меня вроде нет знакомых, но я уверен, они тоже душевные люди. Всем привет. Созвон? Да давайте уже после новогодних. Да, так лучше. Бывший. Можешь вернуть мне мою черную жилетку? Я у тебя оставил. Моя собака во дворе. Кто пишет, как будто уставший кассир в пятерочке спрашивает про пакеты и акционные товары. Почему молодой Стивен Кинг выглядит, как эмодзи-ботан? Ну, Стивен Кинг всегда довольно странненько выглядел. Да и книги у него, я вам скажу, мутноватые некоторые. Когда приехал на новогодние праздники к своим родственникам в провинцию? Когда делаешь вид, что не слышал какую-то историю, чтобы узнать другую её версию? Что для вас было вершиной богатства в детстве? О, нифига себе, пи-спи. Я такую даже в руках никогда не держал. Видел пару раз у какого-то челика в универе и всё. В школе вообще ни у кого такой не было. Ушли найки, грустит Алёша. Теперь на ногах у него капитошка. Ну, там должна быть калоша. Если хотите проверить ребёнка на лидерские качества, то отвезите его в село и посмотрите, он гоняется за гусями или гуси за ним. Кто тут главный, а? Официантка, как вам еда? Всё нравится? Я. Да, вкусно. А вот и Новый год, пора за подарками. Холодно уже, поеду на такси. Весь город что ли на такси едет, ну и цены. Надо в следующем году заранее всё объехать. Прошёл год. Тут должен быть покороче цикл. Вот и Новый год, пора за подарками. Нифига себе, цены выросли. Прошёл год. Новый год, пора за подарками. Нифига себе, цены выросли. Пойти к психологу? Купить машинку для удаления катышков и во время нервного срыва почистить вообще всю одежду в доме? Маленькой ёлочке холодно зимой. Из лесу ёлочку взяли мы домой. Звучит примерно как... Бедная рыбка вымокла в пруду. Взяли мы рыбку и на сковороду. Хищный рабочий схватил айтишника, чтобы утащить на завод. Дикая природа жестока. Меняю на однушку в Воронеже. Нифига себе ты запасливый. У каждого есть такой друг, который всегда ищет возможность пройтись пешком. Когда доказал кассирше, что она не так пробила, и теперь выходишь из магаза как победитель, заплатив на 15 рублей меньше. Мой компьютер 2011 года наблюдает, как я смотрю трейлер GTA 6. Съем сыр-косичку перед сном, ничего страшного не случится. Я утром. Когда в групповом чате был какой-то замес, пока ты спал. Радуйся жизни, осталось два дня. Полностью чёрный пазл для настоящих психов, состоящий из 736 фрагментов. Кто пишет в комплект, обязательно нужно докидывать пару лишних деталей. Звонили из ада, спрашивали твой номер телефона. Никто? Незабываемый отдых на кубе, который я могу себе позволить. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны, и смотрите другие мои видосы. Переходите по ссылочке в описании на наш сайт mimosk.ru, регистрируйтесь и публикуйте свои мемасы. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, на паблик mimosk вконтакте, и читайте нашу солёную книгу, которая называется «Привет, мир». Книга в жанре фантастика про искусственный интеллект и доступна во всех книжных магазинах. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сала. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»